Ну а мы продолжаем финансовую тему нашего сегодняшнего эфира. В России ужесточат контроль за выплатой серых зарплат и сотрудничество с самозанятыми. Все дело в том, что почти 10 миллионов россиян получают зарплату в конверте. Чем рискуют сотрудники, соглашаясь на серые доходы от работодателя, обсудим прямо сейчас. У нас в гостях юрист Кирилл Константинов. Кирилл, рада вас приветствовать в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с того, что проясним такую самую настоящую серую схему, как она организована, например, в контексте работодатель, работник самозанятый. Вот что здесь происходит? Схема эта не новая. В общем-то, работодатели уходили таким образом от налогов и взносов и раньше. Даже до появления самозанятых просто заключали гражданско-правовые договоры, которыми маскировали трудовые отношения. С появлением самозанятых, да, такая схема стала распространяться больше, потому что это выгодно. Работодатель не платит страховые взносы и не платит, не удерживает НДФЛ. То есть все налоги платит здесь человек, который зарегистрирован в качестве самозанятого и платит налог на профессиональный доход в размере 6%. То есть, правильно мы понимаем, что если работник получает заработную плату как самозанятый, то он платит налог 6% или 2% в зависимости как... 6% он сам платит, и при этом даже если он налог не заплатит, это проблемы самого работника. То есть не работодатели, да, работодатели вообще ни за что не... А чем, казалось бы, рискует здесь работник, ну, получает зарплату и получает, платит налог 6%? В общем-то, все честно или нет? Вот давайте проясним. Какие опасности здесь и для работника, который вот оформлен как самозанятый, получает свою зарплату таким образом, и для работодателя? Вообще самозанятость ввели для того, чтобы обелить рынок, то есть для того, чтобы вот частные какие-то специалисты, которые практикуют и нигде никак не отсвечивают, для того, чтобы вот они, значит, показали себя и платили налоги. Вышли из тени. Вышли из тени, да. Вот, соответственно, в принципе ничего нет такого, что человек сотрудничает с разными компаниями. И вот для этого, собственно, все это и создавалось. Проблема тогда, когда вот именно трудовые отношения подменяют. То есть фактически маскируют, и поэтому и налоги не платят в должном размере. Работодатель не удерживает НДФЛ за работу. А какое нарушение закона в данном случае получается для работодателя? Ну, по сути, он же имеет право заключать договор. Допустим, простой пример. Человек работает в салоне красоты, парикмахер, например, девушка. Ее не оформляют в штат по трудовой книжке, а она как самозанятая сотрудничает с салоном красоты. Что тут такого противозаконного? Дело в том, что любые договоры, которые носят, по сути, трудовые отношения, но по форме являются гражданские правы, их можно переквалифицировать. То есть это, во-первых, при проверках это можно выяснить и доначислить работодателю соответствующие взносы и налоги, если он подменяет эти трудовые отношения гражданские правы. И работник сам может обратиться в суд с тем, чтобы переквалифицировать договор, который у него есть гражданские правы, на трудовые отношения, и, соответственно, получить тем самым и отпускные, и больничные. То есть самозанятый гражданин, который так работает, он лишен, в общем-то, и отпускных, и больничных оплаты, и лишен пенсионный фонд. Насколько мы понимаем, самозанятые добровольно же отчисляют отчисления социальных фондов. В общем случае, они не обязаны отчислять никаких отчислений в фонды. Если захочет, то будет отчислять. По сути, проще говоря, это вот такое микропредприятие самозанятый, которое сам контактирует. Сам решает свою судьбу. Я думаю, что не открою никакого секрета, и вы, Кирилл, подтвердите, была в свое время такая волна, когда многие работодатели предлагали сотрудникам оформлять самозанятость и вот таким образом сотрудничать. Но потом, если я не ошибаюсь, был введен запрет. Вот давайте поясним, как действует этот запрет между самозанятым и бывшим работодателем и нынешним. Да все очень просто. В течение двух лет, с момента того, как человек уволился, он не может работать со своим бывшим работодателем в качестве самозанятого. Если это выясняется, то просто, опять же, отношения признают трудовыми со всеми вытекающими из этого последствия. То есть схема, условно, когда человек работал, например, по трудовой книжке, вполне себе официально, вдруг в какой-то момент работодатель говорит, а давай ты переведешь себя, как самозанятый, соответственно, ПНД, вот налог на профессиональный доход будешь поплачивать. Даже иногда увеличивали зарплату. То это невозможно в течение двух лет. Да, совершенно верно, Василий. Хорошо, а как тогда защитить свои права? Вот вдруг возникла вот такая ситуация. Ну, давайте возьмем более широкую ситуацию, не только самозанятые. Все-таки ситуация может быть в контексте, естественно, условия всегда диктует работодатель. Либо увольняйся, либо вот так. И что делать? Смотрите, во-первых, все люди взрослые сами принимают решения, оценивают свои риски. Я здесь не хочу выступать в качестве морального коммертона и судить всех работников, кто... Но предупредить мы обязательно. Нет, мы с юридической точки зрения, мы сейчас не про мораль. Как защитить свои права работника? Работник может обратиться в суд, но нужно учитывать вот то, что серая зарплата, так называемая, она очень тяжело взыскивается. И здесь очень тяжелые споры для работников. Вообще есть позиция, которая является довольно популярной, о том, что вот официальная зарплата, только она может защищаться законом, и всю вот эту черную часть в конверте ее, в принципе, взыскивать нельзя, о чем неоднократно говорили суды. Но есть и другая позиция, это зависит от региона и от конкретного суда, согласно которой, в общем-то, иногда все-таки серую зарплату взыскивают. А что значит взыскивать серую зарплату? Ну, когда работник говорит, вот у меня по договору 20 тысяч, а фактически я получаю 80, в какой-то момент мне просто перестали платить, и вот у меня есть доказательства того, что у меня реальная зарплата 80 тысяч, вот доказательства аудиофиксации, переписки, все возможные свидетельские показания, может быть, и переводы, в общем, там много всего может быть. Но это все-таки казуистика, когда суд встает в сторону работника, и вот эту серую зарплату каким-то образом, если будет прекрасная доказательная база, может взыскать. Чаще всего ты останешься с 10 или с 20 тысячам, это все, что написано в договоре. Сложные споры, сложные. Вот просто, может быть, вот уже как раз-таки ваш такой совет, может быть, даже как юриста, как наставника, как правильно построить диалог с работодателем, ну, чтобы тебя и не уволили, и все-таки зарплата посветлела. Стала белой. Я думаю, что это вопрос, который нужно обсуждать еще до оформления трудового договора, в первую очередь, потому что, к сожалению, у нас есть сферы, в которых серые зарплаты очень распространены. Это туризм, общепит, строительство, малый бизнес, торговля. И там вот просто фактически нет предложений. Часто это не вопрос вообще выбора. То есть человека просто ставят перед фактом, что у нас есть серые зарплаты, и весь рынок, он такой вот в этих сферах, и очень сложно. Еще бывают реорганизации, когда, в общем-то, вот это модное слово, когда предприятие или фирма какая-то, у которой есть работники, вот таким образом оптимизируют свои расходы и ставят ультиматум. Либо так, либо никак. Вот тут, конечно, можно ли обращаться в суд? Какой-то документ может получить письменный, чтобы что доказать? Трудовую инспекцию идти, пожалуй. Собирать доказательную базу и обращаться в суд. Иногда выдают справки, например, для того, чтобы работник взял кредит и указывать там фактическую зарплату. В общем-то, это тоже может сгодиться в некоторых случаях. Интересно. Спасибо вам огромнейшее. Друзья, я напомню, у нас сегодня в гостях был юрист Кирилл Константинов.